Здравствуйте! Эфир продолжает программа события в студии Михаил Ермоленко. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. Четыре памятника архитектуры теперь можно увидеть на почтовых марках. В их гашении приняли участие депутат Госдумы Александр Хинштейн и глава Самары Елена Лапушкина. Череда торжеств начнется с фестиваля Open Jazz и завершится грандиозным концертом на площади Куйбышева. Самара встречает 436-й день рождения. Тема и Жучка. В областном центре открыли скульптурную композицию по мотивам произведения Гарина Михайловского «Детство Темы». Дополнительные проверки, новый пост для замеров и высадка деревьев. Глава Самары Елена Лапушкина встретилась с жителями Куйбышевского района, чтобы обсудить проблему качества воздуха в микрорайоне Волгарь. На неприятные запахи люди жалуются уже не первый год. Эксперты и надзорные органы регулярно проводят замеры выбросов вредных веществ в воздух, анализируют ситуацию, но однозначно назвать источник неприятного запаха пока не удалось. Тем не менее, на встрече разработали комплекс мер, чтобы попытаться решить проблему. Подробности в сюжете. Невозможно открыть окна, удушающий запах. То ли газ, то ли сероводород, то ли канализация. С такими жалобами по поводу качества воздуха обратились к главе города Елене Лапушкиной жители микрорайона Волгарь. Встреча прошла на предприятии «Городские очистные и канализационные сооружения» с участием представителей надзорных органов и общественных организаций. Власти выслушали обращения жителей и выводы экспертов. На наш взгляд, проблема требует комплексного решения, поскольку есть фактор деятельности промышленных предприятий, есть фактор розоветров, есть фактор наличия на территории района иных возможных природных источников негативных запахов. У нас есть озера здесь, у нас необходимо дальнейшее изучение дополнительных факторов, которые могут влиять на в целом то или иное превышение. На встрече обсудили несколько путей решения проблемы. По просьбе жителей проработают вопрос установки дополнительного поста замеров качества воздуха на 116-м километре. Елена Лапушкина поручила создать комиссию и открыть телефон горячей линии. В случае сигнала от жителей об усилении запаха, комиссия будет выезжать ночью для проведения замеров вблизи домов и в квартирах. Также глава Самары обратится к нефтеперерабатывающему заводу с просьбой обеспечить комиссии доступ на предприятие. Встречи проведут с представителями всех предприятий, которые работают на территории Куйбышевского района, с участием инициативной группы жителей. Это целый комплекс мероприятий, которые необходимо проводить на территории этого района. Сегодня неоднократно уже людям говорило, что не надо навешивать ярлыки ни на одно предприятие, потому что нет никаких доказательств, нет таких вот стопроцентно установленных, что именно это предприятие совершает выбросы, именно от этого они страдают. Но нет таких доказательств. Договорились двигаться поступательно. По требованию природоохранной прокуратуры Роспотребнадзор и Росприроднадзор выйдут с 10-дневными проверками на два самых крупных предприятия района – Самарские коммунальные системы и Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод. В ближайшие дни, начиная с пятницы и продолжая на следующей неделе, будут организованы соответствующие внеплановые мероприятия по контролю с проведением замеров в соответствующих точках на границе санитарно-защитных зон и в тех местах, где это требует регламент проведения надзорного мероприятия. В случае выявления несоответствия обязательным требованиям санитарного законодательства и превышения нормативов, меры будут приниматься в соответствии с Кодексом административных правонарушений. Мы составляем протокол и передаем дело на рассмотрение в суд. На встрече также договорились обсудить в ближайшее время высадку деревьев для создания защитной полосы и улучшения качества воздуха в Куйбышевском районе. Все принятые решения лягут в основу дорожной карты, о ходе реализации которой администрация будет регулярно информировать жителей. Светлана Кудрявцева, Николай Епифанов, События. Обсудили вопросы о совместной работе и поделились взаимными впечатлениями о городах. Сегодня Самара принимает делегацию из города Побратима Бреста, Республики Беларусь. Иностранные партнеры посещают Самару в рамках празднования Дня рождения города, а также чтобы проработать механизмы сотрудничества в сферах экономики, культуры, спорта и других. Наша съемочная группа встретилась с делегацией. Я расскажу об итогах обсуждения. Летом этого года Самара заключила соглашение о сотрудничестве с белорусским городом Брестом. Подписание этого документа состоялось 29 июля. Следующую встречу решили организовать в Самаре. И вот долгожданный момент наступил. Делегация иностранных партнеров приехала, чтобы вместе обсудить дальнейшие шаги сотрудничества в разных сферах жизни. На повестке предложение социальной направленности. Мы видим, что есть большая заинтересованность в экономической, культурной, социальной, спортивной направляющей. Мы очень заинтересованы в том, чтобы дети, которые проживают на сегодняшний день в наших городах, приезжали, сотрудничали друг с другом. Это непосредственно та связующая и, правильно так сказать, это та, скажем, точка соприкосновения, с которой мы на сегодня начинаем наш путь. Самарские департаменты разработали конкретные предложения о сотрудничестве с партнерами из Республики Беларусь. Например, глава департамента образования Ирина Каковина пригласила школьников Бреста присоединиться к традиционным славянским чтениям и поучаствовать в программах дополнительного образования, которые считаются одними из лучших в России. Татьяна Шестопалова от лица департамента культуры предложила наладить обмен творческими делегациями и проработать механизмы развития текстильной промышленности и фэшн-индустрии. Дмитрий Чеканов, руководитель департамента физической культуры и спорта, рассказал, что можно наладить обмен опытом по баскетболу, футболу, гребле и гандболу между самарскими и брестскими чемпионами. Это только первый шаг. Это только начало нашего совместного пути. Убеждена, что в дальнейшем наши сферы будут разрастаться и будем дружить по всем направлениям. Также иностранная делегация прибыла к нам, чтобы принять участие в праздновании Дня рождения Самары. Глава Брестского городского исполнительного комитета Александр Рогачук поздравил жителей города со знаменательным событием и отметил, что установление побратимских отношений с Самарой – одно из главных достижений Бреста в этом году. Уважаемые жители города Самара, искренне поздравляем вас с праздником города. Желаем, чтобы Самара и дальше так же ярко сияла на небосклоне крупных российских городов. И я почему-то не сомневаюсь, что наши побратимские отношения при всем может быть относительно непаритетности по численности населения, в и больше, в несколько раз будут наполнены реальным контентом, реальным содержанием. В конце встречи делегации обменялись памятными подарками. Капсулы земли с территории Брестской крепости передадут музею, который находится в Самарской 93-й школе. Михаил Ермоленко, Константин Головин. События. В Самаре контроль за строительством новой станции метро «Театральная» ведется непрерывно с выездом на участки. Кроме того, на постоянной основе в мэрии проводятся совещания в формате штабных. В них принимают участие представители как регионального заказчика, так и профильные службы городской администрации. На сегодняшнем совещании обсуждали вопросы, связанные с приездом рабочих в наш город. Будут прибывать сюда из Москвы и других городов строители, это метростроители, которые будут заниматься проходкой в данной ситуации, категорией людей, которые необходимо найти помещение, где их расселить. Они же приезжают, понятно, что они будут работать вахтовым методом, но в любом случае нужно будет найти, где их расселить, где их будут кормить, обувать, одевать и возить и тому подобное. Все работы, связанные со строительством станции метро «Театральная», будут проводиться совместно с региональным заказчиком и профильными службами города. Историческое событие в день рождения Самары. В свет вышли четыре марки, на которых изображены архитектурные достопримечательности города. Фабрика «Кухня», дача Головкина со слонами, особняк Неронова и Самарский академический театр драмы. Марки уже поступили в продажу. Сегодня в церемонии их торжественного гашения приняли участие депутат Госдумы Александр Хинштейн, глава Самары Елена Лапушкина и заместитель председателя правительства Самарской области Александр Фетисов. Подробности далее. Четыре памятника архитектуры Самарской области теперь можно увидеть на почтовых марках. В свет вышла серия «Архитектурное наследие России». На марках изображены самарский филиал Третьяковской галереи «Фабрика кухня», дача Головкина со слонами, особняк Неронова и Самарский академический театр драмы. Инициатором изображения самарских достопримечательностей на почтовых знаках стал депутат Госдумы Российской Федерации Александр Хинштейн. Очень символично, что именно сегодня, в день города Самары, в обращение выходит серия «Новое почтовое архитектурное наследие России». Начинается эта серия именно с марок, посвященных памятникам Самары. Я хорошо помню свои детские годы, когда я, как и большинство мальчишек, собирал марок, и многое для меня постигалось именно через марки. Картины великих художников, столицы городов, портреты имена военачальников, героев, природные заповедники. Я по сей день помню то, что 40 лет тому назад я аккуратно пинцетом укладывал в классер. И для нас важно, чтобы об этих замечательных самарских памятниках узнали и знали не только самарцы, потому что почтовая марка, она навсегда. В день выхода марки в доме Иванова прошло специальное гашение, в котором приняли участие депутат Госдумы Российской Федерации Александр Хинштейн, глава городского округа Самары Елена Лапушкина, заместитель председателя правительства Самарской области Александр Фетисов. Уважаемые участники церемонии, просим вас занять свои почетные места за салоны и приступить к торжественной процедуре гашения. Для гашения участники использовали специальный почтовый штемпель первого дня с надписью «Архитектура Самарской области» и датой гашения 9 сентября 2022 года. Дом Иванова открылся после реставрации год назад, также 9 сентября. В здании расположилось отделение почты в ретро-стиле, интерактивное выставочное пространство, зоны посткроссинга и филателии. Марки, а также конверт первого дня с изображением дачи купца Константина Головкина можно купить в почтовых отделениях Самары. Номинал одной марки – 25 рублей. Тираж каждого сюжета – 30 тысяч экземпляров. Виктория Шарая, Николай Епифанов, События. В Самаре возле дома, в котором жил писатель Николай Гарин-Михайловский, открыли скульптурную композицию «Тема и Жучка». На торжественной церемонии присутствовала глава Самары Елена Лапушкина, заместитель председателя правительства Самарской области Александр Фетисов и депутат Госдумы Александр Хинштейн, которому принадлежит идея создания скульптуры. Обо всем подробнее в нашем материале. Правнук известного писателя Николая Гарина-Михайловского с волнением разглядывает скульптурную композицию «Тема и Жучка». Она изображает главных персонажей знаменитой повести «Детство Темы», которую автор посвятил своему сыну. Долгие годы это произведение проходили в школах, ведь оно воспитывает в детях мужество, способность брать на себя ответственность за принятие решений и сострадание к всем, кто слабее. Маленький мальчик преодолевает страх, ночью крадется к колодцу, чтобы спасти упавшую туда любимую собаку. На открытие скульптуры правнук писателя Максим Сырников приехал из Санкт-Петербурга, где живет, вместе со своей тетушкой, внучкой писателя. Она никогда не видела деда, ведь Гарин Михайловский умер в 1906 году, а она родилась в 1935-м, но с трепетом относится к его творчеству. По словам Максима Сырникова, в семье бережно хранят фото Артемия, который послужил прообразом главного героя повести. И хотя внешнего сходства между ним и скульптурным изображением нет, такой задачи и не стояло, Максим Сырников остался очень доволен скульптурой. Нас любезно пригласил город на открытие памятника. Мы очень благодарны и властям, и жителям, и причастным к этому событию, потому что событие действительно для нас, я думаю, и для Самары, тоже весьма радостное и знаковое. То есть такое вот возвращение к хорошей литературе, а к каким-то правильным установкам жизненным, которые несет русская литература классическая, вот здесь оно проявляется в таком вот виде. По-моему, это прекрасно, это очень здорово. На торжественном открытии скульптуры присутствовали глава Самары Елена Лапушкина, заместитель председателя правительства Самарской области Александр Фетисов и депутат Госдумы Александр Хинштейн, которому принадлежит идея ее создания. Благодаря ему в городе уже есть скульптуры Буратино, Швейко, Дяди Степы, Бурлаков на Волге, Красноармейца Сухова и товарищи Деточкина. Средственную установку предоставили меценаты. Очень важная идеология всех скульптурных композиций, которые появляются на пульсах, площадях, набережных города, в том, что в бронзе оживают литературные герои кино, персонажи, непосредственно связанные с Самарой. Тема Жучко – один из таких ярких примеров, потому что, кстати, Гарин Михайловский много жил в Самарской губернии. Работу над повестью «Детство Тёмы» он закончил именно здесь, на Самарской земле, и в этом году двойной юбилей. И 170 лет со дня его рождения, и 130 лет со дня выхода повести «Детство Тёмы». Скульптуру установили возле театра кукол «Лукоморье», в котором всегда собирается много детей, рядом с домом, где в конце 19 века жил Николай Гарин Михайловский. Виктория Шарая, Николай Епифанов, события. Самара вовсю готовится встретить свой 436-й день рождения. Ежегодно праздник, посвященный основанию областной столицы, отмечают с размахом. Торжества проходят в каждом из девяти районов. В этом году День города будут отмечать три дня подряд. Но основные события все-таки состоятся 11 сентября на площади Куйбышева. Чем порадует город самарцев день рождения, узнали наши корреспонденты. 436-й день рождения Самара будет отмечать три дня с пятницы по воскресенье. Программа развлечений многогранна, от музыки до художественных инсталляций. Откроют череду торжеств в 17.30 в амфитеатре Площади Славы фестиваль «Самара Open Jazz». В нем примут участие Московский джазовый оркестр под управлением народного артиста России Игоря Бутмана, Риуда Милы Крамера и Вадим Эйрен Крик. В субботу там же в 18 часов можно будет услышать классическую музыку в исполнении мировой звезды оперы Аида Гарифулиной и выдающегося тенора Алексея Татаринцева. Накануне прошла пресс-конференция, на которой рассказали обо всех сюрпризах, которые ожидают горожан и гостей Самары. Я горжусь городом богатыми культурными традициями. Я горжусь городом, который уже много столетий живет мирно, многонациональный регион. Так много разных у нас культур, так много традиций, и всегда мы вместе, всегда дружно, очень комфортно. Каждый участник пресс-конференции отмечал уникальность Самары и его жителей. Самарцы – они такие «космические волжане», мы их так называли. Это очень тонкое, мне кажется, и всеобъемлющее название, потому что, с одной стороны, мы абсолютно гордимся и любим свою промышленность, свой агрокомплекс, свою технологичность, космическость, работоспособность людей. Но, с другой стороны, мы же город-курорт. Для меня Самара – она такая, и вот этот космический флер, мне кажется, он во всем. Вспоминали и великих композиторов, которые жили в нашем городе. Дмитрий Шостакович написал Ленинградскую симфонию в Куйбышеве, а Сергей Слонимский свою пятую симфонию посвятил Самаре. Владимир Высоцкий дважды приезжал в наш город с концертами и всегда собирал аншлаги. Самара – это один из центров российской культуры. И филармония, оркестр наш вносит весь возможный вклад в дело развития российской культуры. Связь Самары и Большой России – это то, что мы постоянно транслируем, поддерживаем, потому что это очень важно. Большой праздник состоится в воскресенье на набережной в парке Дружбы народа в Строковском саду парке Металлургов. Концерты будут сменяться мастер-классами и другими развлекательными, экскурсионными и спортивными событиями. В это время продолжат работать в библиотеке и музее со своими выставками и познавательными программами о Самаре. Поздравить горожан приедут знаменитые гости со всей страны. Еще одним уникальным событием станет открытие на бывшем станкостроительном заводе музейного комплекса. А кульминацией праздника станет пятичасовой концерт с участием современных звезд эстрады – Ольги Кармухиной, Александра Маршала, группы «Любе». А вечером самарцев и гостей города ждут красочные фейерверки. Два из них пройдут в Кировском районе и в Куйбышевском на площади нефтяников. Также впервые в день рождения города на тематических площадках прозвучит новая песня о Самаре. Самара – город мой родной, он мне, как гавань кораблям, всегда спешу к тебе домой, ты родина, я часть тебя. Ольга Павловна, Сергей Кизоркин, Николай Сидоров. События. В регионах России сегодня начались выборы разных уровней, в том числе заместят более 30 тысяч депутатских мандатов. Избирательные участки работают три дня с 8 утра до 8 вечера. Закроются они 11 сентября. Кого и как выбирают в Самаре, расскажет Светлана Кудрявцева. Участок на базе Самарской школы номер 16 ждет избирателей. В первый день голосования, который традиционно выпадает на рабочую пятницу, желающих не так много, как в выходные. В этом году выборы идут три дня. Избирательные участки будут открыты также в субботу и в воскресенье с 8 утра и до 8 вечера. На территории региона работает 190 участков. У нас присутствуют наблюдатели от кандидатов, присутствуют наблюдатели от общественной палаты. То есть, все идет так, как в соответствии с законом. Также у нас обеспечивают безопасность сотрудники полиции, сотрудники Росгвардии. На участке присутствует сотрудник МЧС. То есть, все меры безопасности у нас соблюдены. Сотрудники работают в масках. Работу наблюдателей координирует общественный штаб по независимому наблюдению. В этом году в его состав вошли генеральный директор телеканала «Самары ГИС» Елена Кольцун, председатель квалификационной комиссии Палаты адвокатов Самарской области Алексей Кокин, заведующий кафедрой педагогики Самарского филиала Московского государственного педагогического университета Игорь Носков, директор Самарской региональной общественной организации «За информационные общества» Анастасия Кнор. Председателем общественного штаба стал заведующий кафедрой государственного и административного права Самарского университета Виктор Полянский. Мы готовим наблюдателей, отбирая их из числа представителей общественных объединений, инициативных граждан, которые тоже могут заявиться к нам на сайте в рамках нашей общественной палаты. Мы получили 210 обращений с целью, чтобы включили ряд вот этих граждан в число наблюдателей, с ними проведены занятия, проинструктированы, обучены, семинары специальные были. И эти граждане, они обладают особенностью такой, что они не связаны с партиями, они не связаны с кандидатами, и отсюда название общественное наблюдение, то есть то, которое носит независимый характер. Напомним, что на территории Самарского региона избирают депутата Губернской думы 7-го созыва по Красноярскому одномандатному избирательному округу номер 14 и более 30 парламентариев представительных органов муниципальных образований. Светлана Кудрявцева, Максим Гусев, События. В Самаре продолжается отлов бродячих животных. Сегодня специалисты выехали к филиалу Третьяковской галереи, где была обнаружена целая стая бездомных собак. Специалистам помогали и неравнодушные жители. Подробнее в сюжете. Бездомные собаки, которые живут возле филиала Третьяковской галереи, по словам местных жителей, совсем безобидны. Они не проявляют агрессии и стараются избегать людей. Но многие горожане от таких непредсказуемых соседей не в восторге, поэтому вызвали специальную службу, чтобы поймать животных. Собака, которая есть, у нее сейчас щенята. На дальнейшем я хочу ее стерилизовать и оставить себе на стадионе. А щенят, конечно, хотелось бы пристроить в приют, потому что здесь прохожие жалуются. Специалисты поймали и забрали в приют двух псов. Отлов проходил гуманно с применением седативных средств. Пойманных собак стерилизуют, вакцинируют, чипируют и выпускают обратно на волю. Либо находят им дом, если животное безобидное. Те, кто проявляет немотивированную агрессию, оставляют в приютах. Мы этот объект не оставим и обязательно удовлетворим обе стороны. Те, кто жалуется, те, кто за них беспокоится, стерилизуем. Может быть, кому-то получится найти семью. А мама, которая здесь живет уже много лет, тоже будет возвращена сюда, стерилизована. И думаю, она уже никого не побеспокоит. Подобные рейды в общественных местах необходимы для спокойствия и безопасности горожан, подчеркивает подрядчик. К тому же, таким образом можно защитить бродячих домашних животных от действий дугхантеров, которые намеренно разбрасывают отраву на улицу города. Ольга Павлова, Андрей Гругуленко, Максим Гусев. События. В память о человеке, который внес огромный вклад в развитие Самары. На здании администрации Советского района появилась мемориальная доска, посвященная легендарной для города личности Геннадию Васильевичу Задыхину. В торжественной церемонии принял участие председатель Самарской губернской думы Геннадий Котельников. Тема продолжит Александр Гусева. В этом здании работал видный государственный и общественный деятель, внесший заметный вклад в развитие Советского района, города Куйбышева и Самарской области. Эти строки написаны на мемориальной доске о памяти Геннадию Задыхину. В Самаре легендарную личность вспоминают с уважением и теплом. Сегодня большое событие в жизни не только района Советского, но и всего нашего города Самары. То, что имя Геннадия Васильевича Задыхина вписано в историю и города, и области. Во-первых, официально. Во-вторых, это был человек совершенно необычный. Геннадий Васильевич был руководителем города Самары. Все, кто знал его лично, отмечают, он действительно любил людей и делал для них все, что было в его силах. Именно в период его активной политической деятельности даже город начал стремительно развиваться. Увеличивались темпы строительства. Была построена первая ветка метро. Мемориальная доска будет напоминать людям не только о заслугах Геннадия Задыхина как должностного лица, но и служить примером духовной нравственности. Александра Гусева, Максим Гусев. События. 9 сентября отмечают Международный день красоты. Его учредили в 1995 году по инициативе Международного комитета эстетики и косметологии, который был основан в послевоенные годы. В России праздник отмечают с 1999 года. Аналитики Яндекса проанализировали поисковые запросы россиян и выяснили, что чаще всего пользователи спрашивают, как открыть салон красоты, как его назвать, как привлечь клиентов, чем отличается парикмахерская от салона красоты и сколько нужно денег, чтобы открыть салон. Среди популярных запросов – как правильно наносить макияж, какие кисти для чего подходят, что такое стробинг в макияже, а также для чего нужен хайлайтер. Пользователи пытаются узнать в Яндексе, как с помощью макияжа увеличить глаза, уменьшить нос, увеличить губы, скрыть мешки под глазами, замаскировать носогубные складки, сделать лицо более худым, скрыть нависшее веко, выделить скулы, сделать лисий взгляд и глаза выразительными. Самаргиз запустил новый проект «Скажи свое мнение». Ежедневно мы проводим в своем телеграм-канале опросы на самые актуальные темы. И сегодня выясняем, как проведут время самарцы, если у них внезапно отключат интернет. 49% ответили, что пойдут гулять, 36% проведут время дома и 3% отправятся в кино. На этом наш выпуск подошел к концу. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте Самаргиз, на страничках в Одноклассниках и ВКонтакте. Выпуски новостей смотрите на видеохостингах и в социальных сетях. Всего доброго, хороших выходных! Субтитры подогнал «Симон»!